Доброе утро, дорогие друзья! Подошла к календарю, чтобы не ошибиться. В прошлом видео я жила в будущем. Назвала на день раньше число. Поэтому сегодня 23 января. И у нас сегодня, я называю, тяжелая артиллерия. Посмотрите на моськи наших котов. Они все куда-то смотрят. Посмотрите на это изваяние. А все дело в том, что на чердаке появились мыши. Мыши, я вчера занесла лестницу. Чуть не сказала дробыну. Занесла старую лестницу. Открывала здесь люк. И все наши котики. Первым пошел Кузьма, поскольку он у нас главный мышелов. Потом Монька залез туда. Маруська и даже Шпулька побывала. Единственная, кто там не был, это наша пусечка. Она самая такая нежная. Самая такая пугливая. Вот сейчас опять у меня процесс. Сниму зеркало, сниму вот эти полочки. Буду открывать люк. И запускать нашу команду котиков. Так что сейчас посмотрим, как сегодня они пойдут туда. Конечно, когда я открываю люк, идет холод с крыши. Ну, что делать? Надо, чтобы мышки поняли, что там не надо вить гнезда. Сейчас попытаюсь я с камерой залезть сюда. Открыть вот этот люк. Ох, холод пошел. Там я нашла какие-то короба. Но сейчас ничего не видно будет. Ох, ничего не видно. Старую пачку газет. Так, слезаю. Слезаю. Холод пошел. Но пока на улице не очень холодно. Леша говорит, ты сегодня их еще туда запусти. А то дальше там будут морозы. И вот, посмотрите, и уже будет холодно в доме. Вот, первый пошел. Монька пошел. Монька пошел на чердак. Ну, давай, залезай. Залезай, полезешь? Давай, Кузьма тоже пойдет. Давай, давай, давай. Залезай. Залезай, мышек там, попугай. О, Кузьма пошел. Все пошли. Давай, давай. Поднимай свою толстую попу. О, все. Монька пошел, теперь Кузьма пошел. Давай, давай, хвостом трясешь. Ну. Давай, 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 давай. О, все пошли. Вот, все. Двое пошли. Здесь Пуська, но она так это... Она смотрит, но боится. Не пойдет. Вот. Ну, сейчас там я вижу Моньку, а вы ничего не видите там. Черный квадрат. Вот еще одна красавица идет. Ну-ка. Ну-ка. Пуся, неужели и ты пойдешь? Ты вчера не ходила. У нас сегодня такое солнце на улице. Так, хорошо. Ну, где-то минус пять, наверное. Может быть, минус восемь. Еще не смотрела. Так, вот шпулька пошла. Вы мне там как-то писали. Лена, надо этот люк вывести на улицу. Ну, как будто это просто так сделать. А потом, зачем? Вот какая красота. Запустила я котиков. Наши же котики по улице не ходят. Они домашние. И мне очень удобно. О-о-о. Это ж пулиндра. По кирпичикам, как по лестнице. И пошла. Ох, глаза горят в темноте. Пуся, ну ты пойдешь, нет? Ты не пойдешь. Ты сейчас на лестничке посидишь. И пойдешь спать. Морозь, там твоя дочка уже полезла на чердак. Да, а ты тут на коврике спишь, на солнышке греешься. Да, моя сладкая. Иди на чердак. А зачем мне чердак? Там холод собачий. Я лучше здесь на коврике полежу. Да, Маруська? Ничего, сейчас она услышит, увидит, что их никого нет. И тоже пойдет. Вот, друзья, вот так занавесочка смотрится. В лучах уже не рассвета. Это ее естественный цвет. Очень красиво. Пишите, надо было чуть длиннее. Но, друзья, я же объясняла, почему я не хочу длиннее. Потому что длиннее тогда будет мешаться нашим котикам смотреть в окно. Мы уважаем наш прайд. Поэтому мне нравится эта длина. Единственный был комментарий, который я поддержала. А вот видите, что я здесь сделала. Вот эту вот... Ой... Как это назвать? Ну, не знаю. Дорожка из фикс-прайса виниловая. Я ее прикрепила к столешнице. И теперь, во-первых, вот здесь закрыта. И с той стороны... Сейчас вот так вот. Я не вижу, что я там снимаю. Но вы видите, что вот прибила... Вот эту... Перецепила, короче, к столешнице. И теперь, думаю, с улицы смотрится хорошо. Что еще вчера я сделала? Вы помните эту травяную подушку? Сплю каждый день на них. Еще одна есть. Видите, я довязала... Обвязала это кружево-ленточное. Не довяз. И довязала вот здесь вот филейной сеткой вот эти части. И получилась вот такая красивая наволочка. Очень приятно держать в руках эту подушечку. И не менее приятно. Но я на ней не сплю. На этой. Дабы не пачкать. Чтобы меньше... Ну, развязывать ее и стирать. У меня здесь... Сейчас я вам где-то была... Кусочек. На каком-то уголке торчала ниточка, за которую... Не знаю, может заправилась. Ну, короче, здесь нет... В этой подушке застежки. Она соединена. Ну, то есть здесь завязана. Столбиками без накида соединены. То есть я же вязала вот так по кругу. А потом вот так вот здесь сделала шов столбиками без накида. Вот. Когда мне нужно будет постирать подушку. Один край. А вот она ниточка. Вот. Я специально ее не прятала. Я за нее потяну. Когда мне постирать придется. И вот здесь. Вот еще один. Одна кошка ходит к нам. Вся тощая. Не знаю, увидели я. Поймала кадр или нет. Душа кровью обливается. Но я, друзья, даже не выхожу ее кормить. Потому что я знаю, что это будет моя головная боль. И потом и этот кошка или котик. Не знаю даже кто это. Придут к нам жить. А мы уже... Лешек еле-еле тянет этих котов. Потому что корм дорогой. Вот. Поэтому пусть другие кошки. Кормят. У кого или мало котиков. Или вообще нет котиков. Я думаю, что я свою миссию выполнила. Пять котов хватит. Так. Так что вот здесь я потяну за эту ниточку. Распущу. Вот эту сторону. Эти столбики без накида. И постираю наволочку. Высохнет. Погладила. И то же самое. Опять заправила туда подушку. И связала вот эту вот сторону. Это делается недолго. Но зато нет никаких застежек. Это красиво смотрится. Никаких молний. Никаких пуговиц. В общем, это... Ну, мне нравится, когда вот так вот смотрится подушка. Так что вот вчера я этим занималась. И долгий-долгий недовяз превратился вот в такую красивую наволочку. Я уже повторялась, что все, что вы вяжете, вяжется для чего-то. Если, конечно, есть у вас фантазия. Довязывала я итальянским ирисом. Тоненький-тоненький. Вот. Да. Там был еще комментарий, друзья. Филодискозия. Говорили мне, что из нее тоже получаются красивые занавески. Я соглашусь с вами. Это тоже итальянская пряжа. Вот так выглядит этикеточка. Это вот филодискозия. Она бывает номер 5 и номер 8. Номер 8, по-моему, потоньше. Можете в интернете набрать филодискозия номер 5 и номер 8 и посмотреть метраж. Сравните, какая пряжа толще или тоньше. Вот эту пряжу филодискозия номер 5 я бы не советовала вам применять к занавескам. Здесь 226 метров. Да, 226 метров на 50 грамм. Это 400, ну, давайте 50 метров будем считать. Это толстоватая пряжа для занавески. Толстоватая. Вот ее даже видно, посмотрите. И вот ирис итальянский. Посмотрите, какая тоненькая-тоненькая пряжа. Ну, это небо и земля. Вот я нашла еще вот такое кружево. Это, не знаю, что я, наверное, просто проба пера была. Это связано из ириса. Друзья, поверьте, если найдете этот ирис где-то в интернет-магазинах, покупайте. Ну, конечно, соответствующий цвет должен быть для занавески. Ну, а какая может быть? Я считаю, либо белая, либо икрю, либо ваниль. Вот. Это очень тоненькое-тоненькое полотно. И не устану повторять, что чем тоньше полотно для занавески, тем изящнее будет смотреться ваше кружево. И шикарнее будет смотреться занавеска на окне. Люди даже вяжут из катушечной нити. И получаются просто шедевры. Я бы не стала, повторюсь, вязать вот из этой. Это толстая пряжа для занавески. Ну, а вам, конечно, смотреть. Да, это итальянская пряжа. Когда-то я вязала ирландское кружево и много ее покупала. Особенно розовых оттенков. Мне почему-то хотелось вязать розы, какие-то цветы. Ну, вот. Ну, сейчас не знаю. Может быть, решусь на какое-то... Скомбинирую и что-то свяжу крючком. Но это, опять же, это будет не скоро. Сейчас вся вот занята вязанием занавесок. Вот, чтобы я вам еще посоветовала, это пряжу Dendy от Comtex. Здесь получается 330 метров на 50 грамм, 660 метров на 100 грамм получается. Вот эту пряжу тоже можете брать. Это наша отечественная, но не менее хорошая пряжа. Ею тоже приятно вязать. Так что, вот, имейте в виду, кто заинтересовался сейчас вязанием занавесок. Да, спасибо за ваши комментарии. Очень-очень приятно читать. Особенно мне женщина написала. Смотрела, смотрела. Но когда вы сказали, что это передается по наследству занавеска, тут же захотелось вязать и оставить после себя какую-то память для детей и внуков. Поэтому вот присмотритесь еще и вот к этой пряже. Не найдете итальянскую, вот эта тоже хороша. Опять же, ищите белый или цветы крю, либо ваниль. Дэнди хороший метраж. Импортный, мерсеризованный, длинноволокнистый хлопок. Во-как, стопроцентный. Что ж, Пуля, слезать? Слезать хочешь? Ты еще, наверное, не умеешь мышек ловить? Ой, вот как хорошо, что здесь была вот эта старая лестница. Мы купили лестницу, когда Леша красил крышу. Но она высокая, 4 метра. Это как я ее сюда затащу? Вот. О, уже и Маруська там. Марусь. А я даже и не увидела, что ты туда сиганула. У нас здесь есть свет на чердаке. Но, видимо, там либо лампочки перегорели, либо что. В общем, я пока не хочу туда лезть. Здесь даже есть вот выключатель. Но свет не загорается. Видимо, что-то с лампочками. Приедет Лешек и будет смотреть что-то. Я вчера лазила туда и решила, что все-таки нужно утеплить крышу. Да, там глина. Глиной заделаны все эти щели в потолке. Не крышу, а потолок. Вот. И, скорее всего, я с Лешиком вчера разговаривала. Говорит, скорее всего, будем утеплять пеноплексом. Ну, я посчитала где-то там получается, что 45 квадратов. Да, 45 квадратов. Пеноплекс по, по-моему, по 250 рублей, что ли. Лист. Ну, где-то, наверное, около 30 тысяч получится, чтобы утеплить крышу. Леша говорит, пеноплекс этот удерживает тепло, как кирпич. Ну, не даром же им утепляют стены. Это вот такие мои рассуждения, что все-таки будем утеплять крышу, чтобы было еще теплее в доме. Хотя у нас не холодно, но хочется еще теплее. Вот вам еще один лайфхак, как я перематываю этот кировский ирис из пасмы. Вот так одела на подушку и мотаю. Но вчера дошла, в общем, моточек намотала, но дошла до такой пакли. В общем, вы знаете, утолщение нити, ну, которое нужно было вырезать в том, в той, кстати, пасме. Такого не было. Вся ниточка без, как говорится, соринки и задоринки, вот, вся была ровненькая. Здесь вот пока нашла вот такую паклю, отрезала и продолжила вязать занавеску из того моточка. Думаю, ладно, свяжу то, что и намотала, а потом дальше начну разматывать. Так что, вот, в вырезе кировском попадаются все-таки пакли, но, повторюсь, не во всех пасмах. В той пасме у меня ни одной такой штуки не было. вот, посмотрите, сколько я уже связала. Мне останется еще связать еще вот один раз, вот уже начала вязать вот эту вот часть рапорта и все, ширина занавески будет связана. У меня должно получиться 10, если считать по вот этой сеточке, то 10 вот таких пролетов. Вот, уже считаем раз, два, три, четыре, пять, ой, 10, шесть, шесть, шестой. Это 10 рапортов было в другой занавеске. И все, и дальше пойду вязать уже вверх вот таким узором. Так что, вот так я продвинулась по этой занавеске. Ой, ну как же, как же светит солнце. Поставила сюда зеркало. Кстати, оно и здесь красиво смотрится. Видите, вот это самодельное зеркало, которое я вот так обрамила джутом и кружевом. Очень хорошо смотрится и с этим зеркалом. Тоже зеркало икеевское, но обрамленное джутом. на канале мастер-класс, как я это делала. И это салфеточка тоже из джута. Вообще я обожаю джут. вот, даже лампа настольная, посмотрите, вот с таким вот керамическим кружевом. Именно для меня, видимо, стояла. Сейчас уже этого и магазина у нас нет в Чеплыгине. Закрылся этот магазин, кто знает, рядом со зоном на Свердлово. Там был очень хороший магазинчик, где я и вот этот комод покупала для нашей спальни Паула. Шкаф и тумба я заказывала в Липецке, а вот этот комод покупала именно в этом магазине, которого нет. И вот эту вот лампу. Вот. Так что зеркало здесь тоже красиво смотрится. Было бы еще одно такое, я бы еще и сюда поставила зеркало. Вот такое сегодня болтологическое видео на улице солнечно. Буду вязать дальше, наблюдать за котами. Может быть принесут мне сегодня добычу. Может быть все-таки поймают мышку. Они знаете где, друзья? Вот здесь вот ну не по потолку, а где-то в стене. Видимо они через потолок зашли в проем между стенами и вот тут вот она скреблась и скреблась вот там где газовый котел. Прям пластик вот она уже до пластика дошла и начала грызть. Вот что Кузьма я не знаю как он сиганул вот сюда видите закрыла коробкой. Он услышал этот звук сиганул и хотел уже вот туда залезть. а там друзья газовый счетчик с пломбой. Я ахнула. Я когда увидела кота вот здесь вот на шкафу я быстрее хватать табуретку его снимать оттуда. Думаю если он пройдет он даже со шкафа уже прыгнул на котел и хотел уже туда. Думаю если сорвет пломбу на газовом счетчике я не знаю во сколько это обойдется нам. Там сумасшедшие штрафы. все равно когда счетчик будем менять это бы выявилось и тогда просто трындец какой-то пришел бы. Ой солнечно солнечно сегодня красота настроение сразу поднимается. Ладно дорогие мои уже заболталось я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова. Пока пока